так но так меня спросили что-то прорезин давайте я пару слов скажу значит смотрите у нас значит его будет примерно примерно 24 задачи будет да ну то есть у вас контроль сейчас начались они будут каждый семинар по 2 задачи будет примерно 12 контрольных подозначить будет всего двадцать три задачи значит у вас есть два пункта один стоит 5 другой 10 естественно максимальный количество баллов 240 ну считайте что я посмотрю я сейчас не нашел сходу таблицу за прошлый год но считать что примерно 240 это рейтинг 10 рейтинг 10 означает что у вас максимально идеальные как бы максимально сложные вопросы на экзамене а точно какая разбаловка я не помню но условно ну скажем будет не знаю 4224 на воду 2 на хор 2 на вот наверно так они такое будет поэтому в принципе можете на семинарах вообще ничего не делать если вы решите все задачи на 10 то вы получите максимальный балл но понятно что есть ну и вы наверное все зависит решите где-нибудь ошибетесь но будет у вас ну 200 200 это наверно будет примерно 8 но у вас не сильно это ухудшится то есть у вас будет примерно не знаю может быть я сейчас абстракт напишу ну например будет вот так вот нужно будет отвечать еще один вопрос личный на хор но там не очень сильно отличается наверно не знаю или такое будет я сейчас так пишу но это примерно поэтому принципе то что вы там ну немножко не решите не так страшно да понятно так есть какие-то вообще вопросы нет а тогда не на экзамене только есть базовые базовый набор вопросов но вам нужно как у вас и на экзамене есть два часа за два часа должны успеть ответить на все вопросы включая дополнительные вопросы которые вам зададут если вы захотите отвечать на вот поэтому вы просто не успели как бы если у вас будет только просто на утро и на раскрасе не успеть за два часа ничего ответить ну два часа как это же условно там бывает что очередь и вам некоторые по три часа отвечают но бывает но в целом считается что если вы ну как но котаче вот я сейчас принимал пересдачу у меня как бы у студента был 6 вопросов там 2 на воду 2 на фор 2 на вот он все эти вопросы за полчаса но я еще просто вот ответил как бы я мог ему похудел еще какие-то продукты быть на сдавал на них я тоже отвечал поэтому как бы формально он там ответил на 10 вопросов из разной части и все за полчаса ну как бы пришлось поставить хорошую оценку ну вот то есть понятно что в эти вопросы весь от много вопросов на вот в то как бы они скорее что будут сильно пересекаться и вообще не там довольно простые поэтому если вы все отлично знаете то конечно вы их там будете щелкать то есть это бы довольно быстро так еще просто что ну смотрите на еще раз говорю баллы семинар это бонус но у вас там ну баллы семинар ставится там что-то там до пяти баллов что ли но пять баллов как бы я написал семинаристом некоторые указания я бы что они нифига не следует но не знаю я могу только ругаться по этому поводу то есть я считаю что ну как там 55 баллов это что-то такое божественное произошло на семинаре это вы вышли к доске исходу без подготовки рассказали великой термофирма сразу для всех н там вот а вот а как бы но это вы просто пришли сидели и там ничего не делали но вот как бы то есть я считаю так что там 0 то вы ничего не делаете один это вы как бы реагируете на то что узнаете какие-то определения например два это у вас явно желание что-то порешать и вы даже что-то простое можете решить самостоятельно ну так и там даже тяните руку и устно что-то подсказываете какие-то решения а там 4 ну там то есть 3 ты когда вы уже с места можете решение задачи рассказать а 4 это выход доске с подробным рассказом опять такая пришли задача звездочка вот примером такая была разбаловка а дальше я вот это написал семинаристом но что они оценивают я не знаю если у вас есть какие-то подозрения что все плохо можете мне написать я поговорю семинаристом что он там плохо оценивает ну вот как бы я считаю что это все равно ну как бы вам поставить 12 раз вместо там вместо тройки двойку но вот эти 12 баллов нас баллов с точки зрения это не очень много потому что там как бы вот один балл один вал в рейтинге например 20 баллов поэтому если даже вам за все семинары поставить чуть поменьше но у вас будет один балл поменьше но это не конец света то есть я стараюсь чтобы это все-таки не так сильно влияло ну как бы это оценка она тоже влияет как бы на вас на экзамене будет там на каких каких-то вопросов немножко побольше но ничего страшного ну то есть я стараюсь все-таки была какая-то но с одной стороны чтобы не было сильных перекосов а с другой стороны чтобы вас все-таки был стимул что-то делать на семинарах и вы могли получать какие-то бонусы за работу так так мы собственно продолжаем то что делать в прошлый раз на чем и закончили на том чтобы конечно такое евклидово кольцо а да ну давайте как обычно у нас есть история да значит мы что делаем искать что мы стартовали просто с коммутативного кольца потом мы сказали что мы выкидываем делитель милья и рассматриваем только области целостности а дальше мы сказали что мы хотим заниматься кольцами в которых можно раскладывать на множестве это так факториальные кольца реальные кольца это где есть основная теорема арифметики этому сверху идем а снизу мы как бы идем потому что мы умеем доказывать то есть ну есть внутри там поля где-то для них все очевидно а вот на лишнем на следующем уровне это будет эвклидово кольца это то как мы умеем доказывать основной теоремой арифметики а именно с помощью ну я сейчас напишу и буду обсуждать что это имею ввиду что это кольца где работа деревне с остатком кольца с делением где есть деление с остатком ну и собственно сегодня мы про них поговорим покажем что в поле это кольцо покажем что их виду кольца факториально докажем этого утверждения вот да значит я на всякий случай хочу сказать что так ну какой-то момент вы конечно чувствуете выпадать то есть у нас я так уже говорил еще раз повторю что у нас есть часть который относится к кольцам и мы тут будем еще какие-то дополнительные тут кольца смотреть но главное что если вы начнете вырубаться вы помните что там еще будет трача семестра где мы будем использовать грубо говоря один факт из первой половины и дальше начнем с решением полей может быть снова приходить и там 15 раз что происходит так эвклидово кольцо да в прошлый раз я написал определение но надо его обсудить конечно что такое непонятно да значит и впитыву кольцо а это область целостности нормой н который бьет из к без нуля в целые не отрицательные числа и на эту норму отказаться два ограничения первое то для любых а и б не равных нулю норма от произведения больше либо равна норма со множителя второе собственно деление с остатком деление остатком означает что для любых а и б не равных нулю существует q и r и что-то везде где пишут любого естественно все эти элементы sky это не написал но а и б с к а и б с к и qr с к но это вроде понятно у нас вроде каких-то элементов нет ну ком это частная r это остаток и дальше выполнены условия на остаток что у нас либо остаток равен нулю либо норма остатка строго меньше чем норма того на что мы разделили ну я могу словами написать да и либо я равно нулю либо норма r строго меньше чем форма б так тут есть много вопросов значит тут есть определение некоторые уточнения которые нужно нужно обсудить значит смотрите сейчас тут происходит во-первых почему-то я выкинул здесь 0 до потом из-за этого мне нужно везде писать что это не равно нулю и еще тут писать что разделять два случая да когда я равно нулю и когда r не равно нулю на самом деле но если вы посмотрите книжки то там есть разное определение эвкалида кольца я не знаю стоит ли говорить про другие чтобы вас путать или не путать но давайте я так скажу давайте я тут сделаю комментарий значит иногда и следом кольце рассматривают мультипликативную норму мультипликативную норму n со звездочкой которая то есть вот я сейчас попытаюсь написать те же самые условия ночи для мультипликативной нормы там все немножко попроще мы можем уже определять все в нуле писать что просто для любых а и б выполнено что теперь на этот раз просто произведение у нас произведение норм а и б равен произведению норма на норму б ну и 2 для нестатка например такое же только там нужно говорить что для любого а его не равно нулю существует q и r такие что а равно бку плюс р и и норма остатка меньше чем то на что на что мы делим ну что да да ну только мы вот этого то есть если вы рассматриваете вот такую норму мультипликативную то принципе вот этот слой можно выкинуть можно только вот про одно описание написать а про это забыть что чего чего писать ну тут нет ну просто про эту норму если она мультипликативно то вас автоматически ну если себе смотрит вас здесь остатком не работает ну если у вас это выполнено то может доказать что норма от нуля равно нулю и тогда и и если не число не 0 если элемент не 0 то у нее норму не ровно валю тогда все будет работать почему ну в чем разница ну вообще говори не любое следую кольцо у него есть мультипликативная норма хотя на наших примерах это работает но она немножко дикая сейчас я напишу примеры которые мы знаем примеры значит какие у нас есть эфклидовые кольца значит во первых ну понятно кольцо целых чисел давайте я буду писать будут норму тут будет норма со звездочками значит какая норма у целых чисел это модуль да мы просто берем есть у меня есть число а то мы тут пишем модуль а и тут модуль а все работает многочлены от одной переменной над полем начнут берем многочлен обычно норма это какая эта степень так норма со звездочкой да значит ну собственно почему вот это определение она немножко лучше потому что тут естественная по правильной степени ну то есть тут и здесь направили норма именно степень многочлена а тут нужно писать 2 в степени степень многочлена то есть когда вы говорите про норму просто про степень у вас получается что есть констант у которых норма 0 и получится что но он нужно требовать это условие то есть нельзя написать что нормы ность я нельзя написать для многочленов что норму ли равно нулю потому что тогда константы когда вы разделите касанусь друг от друга делится остаток равен нулю а норма должна быть меньше то есть поэтому ну для многочленов норма нуля должна быть равна минус бесконечности на же степень 0 это минус бесконечность но вот это не написали поэтому вот теперь нужно из-за этого мучиться так а если просто поле взять это будет кредом кольцом какую норму нужно взять что такое само себя берем комплексные числа что само себя должно быть целым неотвратительным числом так понятно так сейчас очень так понятно хорошо что мы нашли до предела когда мы нам нужно хорошо так чего вы знаете про поле как это в деле какой там деление с остатком еще может быть все на все делится у нас всегда для любых а и бы не равных нулю найдется частная кой остаток р то есть у вас всегда здесь р равно нулю поэтому в принципе норма может быть любой но если вы хотите чтобы это было выполнено берете просто всем элементам дело ставите норму единица тогда это работает и этот работает да ок ну и здесь это работает можно еще написать что норма z равно нулю ну z равно единицы ну или можно можно всем нет всем 0 плохо писать норма z равно единицы 0 равно нулю так как то так а то есть значит еще раз вот апреля который 1 дал она во первых лучше тем что не более естественно вот это вот понятие того кого здесь норму а второе почему такое определение удобнее потому что на самом деле первый слой можно выкинуть отсюда вот самое крутое что на самом деле вкидывал кольцо и действительно вот я написал кольца с делением с остатком на самом действительно важно тут самое главное деление с остатком если у вас деление с остатком есть на самом деле первое свойство тоже можно то есть первое свойство не существенно то есть его можно добиться Если у вас есть кольцо, у которого выполнено деление с остатком Вот такое тут написано То можно заменить норму на другую Для которой будет выполнен еще и один И поэтому вот эта штука более универсальная Ну и тут вот понятно, что требовать еще какие-то дополнительные условия на норму Которые здесь совершенно не нужны Но это излишне Это нам не нужно никакого доказательства Вот, поэтому мне больше нравится вот это определение Но в принципе, если вы будете использовать вот это Никаких проблем не будет Ну, как бы, это не нужно Можно достаточно вот это использовать Давайте напишу утверждение Значит, условие 1 В определении Ивклидова кольца Несущественным А именно Область целостности К нормой Н, который бьет из К без нуля В целые неотъяснительные числа Для которого выполнено условие 2 Оно ивклидовое Так, надо было звездочки поставить, чтобы не перепутали То есть, на самом деле Вот еще раз, да, важно запомнить, что иклидовые кольца Это просто кольца, у которых есть деление с остатком А уже вот эти вот Твойства, что Норма там увеличивает Ну вот, она при умножении Не уменьшается Это уже какие-то Некоторые производные Этого мощного агрегата Именно деление с остатком Так, ну ладно Прежде чем погружаться в теорию Давайте мы какие-то еще примеры разберем То есть, как Собственно, для того, чтобы доказать факториальность Нам будет проще доказать ивклидовать Потому что факториальность нужно доказывать То, что существует разложение То, что Любой неразложенный элемент прост А мы просто Введем норму Проверим вот это условие На ней с остатком Все будет работать Ну, базовый пример Это зататки Гауссовые числа Мы хотим доказать Что у нас Тут есть деление с остатком То есть, мы берем Какие-то произвольные Два гауссовых числа Неравные нулю И хотим доказать Что есть деление с остатком Это можно сделать разными способами Самый простой это такой Вы просто берете Вот на этой Комплексной плоскости И рисуете Точку А9 на B Ну, она где-то лежит На плоскости Это комплексное число Вот пусть оно лежит здесь Ну, оно упало В какую-то ячейку В какой-то квадратик Давайте этот квадратик Крупно нарисуем Так Сейчас должно быть Похоже на квадратик Ну, смотрите Что Значит, у нас должно быть Выполнено вот такое равенство А равно BQ плюс R Значит, если мы разделим на B То это значит, что Выполнено вот такое равенство Где A на B Это вот наше число Q Это какой-то элемент Из Z от I То есть Точка на решетке А R делить на B Должно быть маленьким числом Потому что мы знаем Что у нас N от R Ну, если R не ровно 0 То Если мы случайно Не попали в вершину То N от R Должно быть меньше, чем N на B Ну, мы, конечно Будем использовать в качестве норму Модуль комплексного числа Да Будем доказывать Что это кольцо Эвклидово Тикно-нормы Z Которую, собственно Мы в прошлый раз так и обозначали Норму То есть Это модуль А, как квадрат в модуле, да Что-то должно быть Z на Z Короче, Z на Z Спряженное Вот Значит, мы должны доказать Что N от R Тр меньше, чем N на B Но так как у нас норма На самом деле Это комплексный модуль То можно написать Что мы Ну, значит Мы должны доказать Что модуль N на B Он меньше единицы Ну, смотрите Что мы делаем Ну, какой лучше Ку взять Лучше взять Ку, который поближе Да То есть Мы берем в квадрате Ближайшую вершину И говорим Что это Ку Тогда R делить на B Это, собственно Разница между Этими двумя Числами Ну, то есть Мы еще Из A минус B Вычитаем Ку То есть Это из Q А на B Наверное, вот так Лучше написать То есть Это будет R длить на B И нам нужно проверить Что вот Длина меньше единицы Ну, это такая Геопетрическая задача У вас есть квадрат Со стороной 1 И вам нужно доказать Что любая точка На 3 квадрата Ну, вот Какую точку Не взяли Найдет свершина Которая ближе Ну, найдет свершина На расстоянии Не больше Чем 1 От этой точки Ну, понятно Что у вас Самая дальняя точка Это Центр квадрата Да Расстояние От центра квадрата До вершины Это, наверное Корень с двух пополам Ну, корень с двух пополам Он немножко меньше единицы Поэтому Собственно И R длить на B Будет меньше единицы Ну, все Значит, мы можем Вот берем А длить на B Берем ближайшая Q Если их несколько Берем любое Ну, и вот R длить на B Это остаток Он по модулю Меньше единицы Поэтому У вас есть деление с остатком То есть у вас либо Ну, у вас Игна норма R Будет меньше, чем B Значит, кольцо Затата ифклидова Так Понятно? Так Два замечания Ну, во-первых Отсюда сразу понятно Что Эту штуку можно обобщать На любые другие кольца Когда вы К Z добавляете Какой-нибудь Корень квадратного Числа То есть вы берете Смотрите там Z от Омега Числа Эйнштейна Z от корней Из двух И Ну, там если Посмотреть внимательно То на самом деле Вот еще такое подойдет Еще вот такое подойдет Это вот я добавляю Какие-то маленькие числа То есть Что я хочу здесь проверить В каждом из этих случаев Нужно проверить Что у вас получается Некоторая решетка В которой ящейки Не очень большие А именно Максимальное Максимальное расстояние До вершины До ближайшей вершины Оно не превосходит Единицы То есть Например, берете Зататомика Зататомика у нас Ящейка треугольник Со стороной 1 Ну, у вас Центр треугольника Он Максимальное расстояние Это, по-моему, Корень из трех на три Это две трети от высоты Выставляет корень из трех пополам Поэтому Вот будет корень из трех на три Это все еще меньше единицы Для Затат корней из двух И У вас будет Такой прямоугольничек Где будет Тут единица Тут будет корень из двойки Ну, вот можете посчитать Что диагонали Это корень из пятерки А Здесь будет Что-то там Типа корень из пяти пополам Наверное Вот А как только Вы достигнете Предела То есть На первый раз смотрите Затат корней из трех От и Что? Ну, я плохо посчитал Сейчас А, там корень из трех Да-да Извините Это у меня Вот если возьмете Затат корней из трех И То там Уже будет здесь Диагональ двойка Да И здесь будет как раз Расстояние в единицу То есть вот Затат корней из трех Это первый случай Когда у вас найдутся точки Попадающие ровно в центр В центр прямоугольника И у них расстояние будет точно единица И вот это кольцо Мы уже в прошлый раз обсуждали Что не факториально То есть Вот это кольцо уже не эвклидово Ну, вот это корень из трех И Есть разложение Два на два равно Один плюс корень из трех И на один минус корень из трех И Которая Ну, я дал в качестве упражнения Показать, что это действительно Два разных разложения На упражнении Разложимых То есть это кольцо не факториально Значит не эвклидово И Вот видите Если у нас хотя бы Где-то наступает равенство То уже все ломается То есть вот это Если у вас ячейки будут слишком большими То у вас кольцо автоматически будет не эвклидовым Ну, оно будет уже не факториальным Ну, скорее всего То есть по крайней мере Вот этот случай показывает Что Тут нельзя ничего улучшить Вот если вы даже здесь равенство поставите Уже будет все плохо Ну, на самом деле Можно Также говорить Похожим образом И про положительные числа На самом деле здесь можно Доказать, что там З от корней из двух Эвклидова З от корней из трех Эвклидова Но там Нужно Немножко Ну, там Может быть по-другому написать Ну, я В какой-нибудь следующий лекция Выпишу точно Про какие корни Что там известно Вот В принципе Это можно утверждение доказывать еще Ну Чуть-чуть по-другому А может совсем по-другому Чуть-чуть по-другому это Ну, если вам Тяжело смотреть на А на Б Вы можете вместо этого Рассмотреть Ну, вот вы хотите разделить А на Б с остатком Да Значит, вы просто берете И смотрите все числа Которые вам нужно Б на что-то умножить Чтобы это находилось Не очень далеко от А Тогда вместо того Чтобы рисовать А делить на Б Вы можете просто нарисовать А В смысле нарисовать Что-то Вы хотите А разделить Вот вы нарисовали А А вот у меня где-то Б Ну, давайте я нарисую Те числа, которые делятся на Б Ну, на самом деле Это мы берем Б Берем Б умножить на И Понятно, что Все числа, которые делятся на Б Это линейная комбинация Что-то на Б Плюс что-то на Б На Б И, да Потому что Если вы умножите С плюс Д И на Б Это что-то умножить на Б Плюс что-то умножить на ИБ Поэтому вы просто берете Такую вот решетку И получаете Опять же Ну, просто более крупные квадраты И дальше вы опять же смотрите Как у вас Половку и квадрат И тут уже просто Остаток наглядный виден Потому что вот Вы берете там А, но половку это квадрат И у вас уже просто Явно видно, что такое Р И что он по Расстоянию меньше, чем Б Ну, а Ку Это, соответственно На что вам нужно умножить Б То есть, если бы у меня А было тут То это было бы что-то Делящееся на Б Это было бы Кубе А вот у меня Р Нарисован В принципе, можно доказывать Это алгебраически То есть, если Вам Нет геометрической интуиции Или вы, например Пытаетесь доказывать Это, например, для Этот карниз 2 Где у вас все напрямую И поэтому, возможно, вам там Сложнее считать такие решетки Вы можете Работать с нормой Ну как? Вы хотите разделить? То есть, опять же Вот Это понятно, да? Я могу просто взять И разделить А на Б Алгебраически А именно написать, что у меня Так, нужно ввести какие-нибудь Обозначения Ну давайте А1 плюс А2и Я разделю на Б1 плюс Б2и Ну и дальше я говорю, что Если я хочу это разделить То понятно, что У меня Ну, я могу до множества сопряженная Значит, у меня сверху будет Какое-то число типа С1 плюс А2и А снизу будет какое-то целое число Д Это я должен сопряженная И Ввезу будет там Б1 в квадрате плюс Б2 в квадрате Дальше я говорю, что Вот у меня есть целая часть Я могу это расписать Как Целая часть С1 делить на Д Плюс С2 делить на Д Умножить на И Это у меня будет Ку А тут будет дробная часть С1 делить на Д Плюс С2 делить на Д Множить на И Это у меня Р То есть это Ку множить на Б У меня будет на самом деле А это будет Р Сейчас, это будет Ку Это будет Р делить на Б Да, извините А это у меня делить на Б Вот То есть это будет число из решетки А это остаток И мне нужно доказать Что Ну вот Как я выберу дробные части Ну, наверное Тут лучше взять ближайшее целое число А не целую часть А как ближайшее целое число у вас обозначается обычно? Непонятно как, да? Ну Ну, короче, да У вас тут два рациональных числа Вы берете ближайшее целое к ним И получается, что у вас есть тут Какие-то числа Каждый из которых меньше Ну, я хочу, короче, чтобы они были Каждый не переходил одной-второй Ну, вот если у вас два числа Кажется, которых не Ну, от одной-второй до нуля То их модуль будет не больше, чем единица Поэтому, собственно, у вас остаток тоже Не больше, чем единица То есть если можно алгебрически показывать Опять же, если Эту штуку можно обобщать На самом деле Ну, вот тут вместо и Можно написать нам корни с двойки Тоже с этим пытаться работать Поэтому тут, в общем Никаких сложностей нет Вот Это мы поговорили про то Как доказывать, что Какие примеры у нас еще есть Да, то есть вот Помимо этих трех У нас еще появляются Новые примеры И как только мы докажем, что Ифтитовое кольцо факториальное У нас уже будет Сразу Много примеров факториальных колец Давайте теперь Ну, вас там интересует Какой пример Вот здесь вот есть Который Который Факториальный Но не эвклидово А кто еще такое знает Факториальный Не эвклидово кольцо Но это нужно Уметь доказывать Не эвклидовость Ну, давайте я напишу пример А дальше Может быть Если будет скучно Можете над ним подумать По ходу лекции Мы поймем Почему он работает Ну, то есть По крайней мере Почему он не эвклидово Пример Факториального Не эвклидового кольца Ну, их несколько, конечно, есть Самый простой пример Это взять многочлены Но с целыми коэффициентами Ну, вы, наверное, не знаете Что это кольцо факториальное Хотя, вроде понятно Ну, как берете многочлен С целыми коэффициентами Ну, что вы делаете Ну Вносите общую множесть Или за скобку Дальше Внутренняя часть Откладываете как многочлен А внешняя часть Откладываете как целое число Да, вот Получается диктор разложения Ну, конечно, нужно Конечно, это еще факториально Это там Конечно, нужно поработать Это мы будем еще делать Все несколько лекций Вот Но оно, действительно Оно не будет эвклидовым То есть В нем Оказывается Что нельзя вести вообще То есть Странно, да Что, казалось бы Столько можно норм придумать А ни одна норма не работает То есть Никак не получится Делать норму такую Чтобы Было деление с остатком Это мы по ходу лекции Выведем некоторые свойства Эвклидового кольца С которым будет ясно Что это с ней эвклидова Так Так, ну я уже примерами Про развлекал Какие-нибудь вопросы Вопросы еще есть Или можно же теорию рубить Да Рубить Хорошо Значит Да, я с ним начну сейчас Да, сейчас мы начнем То есть мы сейчас Цели две Во-первых, доказать Что, во-первых, вот это условие Вообще можно выкинуть Оно не нужно, да Но оно полезно Потому что С помощью чего-то оказывается Там существование разложения Но вообще оно не нужно Левки до кольца Это первое, что мы сделаем Ну у вас Ну как бы, нет Там просто В экзамене Там есть какой-то вопрос В нахор Где написано Что есть условие Которое не нужно Поэтому вы, в принципе Должны это отдельно Уметь доказывать Но если хотите Вы можете сказать Что там Вклидовое кольцо Это кольцо Которое выполнено Только свойство 2 Но у вас В экзаменах Ты можешь спросить А как же вот у вас Тут написано Что такое-то условие Несущественно И вы тогда Должны уметь Объяснить Что на самом деле Можно вот это вести Но оно несущественно То есть Ну еще раз говорю Тут Я Часто Ну есть некоторые мелочи Которые я на лекциях Тоже буду опускать И поэтому Я надеюсь Что Ну я понимаю Что вы можете Как бы и так Ну то есть Некоторые из вас Понимают Почему я это пропускаю А некоторые Не понимают Ну ладно Мы на это забьем Как-нибудь То есть там будут Ну Это пролек Как будто темным кольцом Да Я говорю Коммунитивное кольцо Хотя на самом деле Я говорю Коммунитивное кольцо С единицей А я сокращаю Говорю Коммунитивное кольцо И дальше У вас может возникнуть Непонятность То же самое Там вот есть Текие тонкости С Гомархизом Например Гомархизом колец Требовать там Что Гомархизом Требовать Ну понятно Что Как бы Ну то есть Если вы там Забудете про ноль Даже Ну я вас Спрошу Надеюсь Что вы после уточнения Вспомните Но в принципе Можешь сказать Что вы В основном Мультипликативно Поэтому Про ноль Можно говорить Ладно В общем я сказал То есть Так Ну докажем Устверждение Да Значит У нас Оба Стоялся Настяка Какой-то Нормой И условием Два Я хочу Доказать Что на самом Деле Можно Эту норму Поменять Так Чтобы Было Выполн Условие Один Ага Понятно Тут звонок Ну отлично Давайте После перерыва То есть После перерыва Я докажу Утверждение И мы докажем Что в кольцо Факата Реально Не знаю Что-то еще Заказать Ну да И дальше Дальше собственно Мы должны перейти Уже к разложению В этих В эклидовых кольцах Да и поговорим Про токи Числа неразложимых В эклидовых кольцах И наверное Это мы закончим Все Сейчас можно Передохнуть Набраться сил Будет какая-то Теория Да У нас еще есть Такая проблема Что пока что До Какого Восьмого марта У нас какие-то группы Будут еще успевать Проходить на семинарах Что-то Но ничего Мы там потом Как бы У нас будут праздники За эти праздники У вас семинары Пропадут А лекции нет И мы будем Обгонять И как раз Достигнем состояние Когда ничего Никто не понимает Идеальное состояние Можно Отлекать с любой Скоростью Значит Никто не будет успевать Ладно Условие 1 Условие 1 Не существо Значит Что мы хотим Значит У нас есть норма Выполнено условие 2 Мы хотим доказать Что выполнено условие 1 Но давайте мы Изменим нашу норму Так чтобы условие 1 Выполнено было Но Если мы хотим Чтобы это условие Было выполнено Надо чтобы норма У числа а Была Наименьшей Из всех Ну Всех чисел Деляющихся на а Поэтому мы так и сделаем Мы скажем Возьмем N с волной Которая На А определяется Как минимум По всем Да я потом объясню Почему оно не эфлидово Чуть попозже Мы сейчас по ходу дела Разберемся с эфлидовым кольцом И там будет свойство Которое не выполнено Затекс Я про это расскажу в конце Мы сейчас ведем Норму с волной И докажем Для выполненного свойства И первое Второе Но мы заменим Нашу норму на другую Которая выполнена Уже оба свойства Вместо первого Ну кольцо эфлидово Если в нем есть норма Для которой это выполнено И я говорю Что не то чтобы Не то что Для любой нормы Для любой нормы Где есть Для остатков Выполнены первые свойства Я говорю что Если выполнены Для остатков То можно норму Немножко поменять Так что первое свойство Было выполнено Итак мы просто Постраиваемся Под условия Первого пункта И говорим что Норма А Это минимальная норма Среди всех БСК Ну там без нуля Норма АВ То есть просто берем А умножаем на все Возможные элементы И берем норму Минимальную возможную Ну норма у нас Определена На целых Неотрясательных числах Поэтому минимум Будет существовать Хорошо Для этой нормы Я хочу проверить То кольцо Евклидова Отсихто это нормы Проверим Свойство 1 То ка Евклидова С нормой Н с волной Первое свойство Ну оно выполнено Как бы по строению Потому что Смотрите Значит норма С волной А умножить на Б Она Ну равна Норме АВС Для некоторого С То есть Существует С Такой что Норма с волной А умножить на Б Это норма от АВС Но норма от АВС Она Больше либо равна Чем Минимум По всем Икс Ка без нуля Норма А на Х А это норма от Словной от А Ну поэтому Норма с волной от АВ Она больше либо Норма с волной от А То есть Ну вот Это как бы Естественно То что мы взяли Минимум Поэтому Все числа Которые делятся на АВС Делятся на А Поэтому конечно Это выполнено Второе свойство Ну тут Дешевые Дешевые трюки Значит мы конечно Хотим Значит у нас есть А и Б Не равны нулю И мы хотим На них разделить Так что Выполнено было Это неравенство Для нормы с волной Но Мы знаем что Это работает для обычной нормы Поэтому мы сейчас Подстроим так Чтобы норма с волной Работала Значит первым делом Пусть А А С Из К Это такое Что Норма с волной от Б Это норма от БЦ То есть мы сначала Просто берем Заменяем Заменяем Б на БЦ Да-да У нас значение Это целые Неотрицательные числа Целые Неотрицательные Конечно Видите Тут вот Да Ну Нам же нужна Это Фундированность Да Нам нужно Чтобы Наш алгоритм Вклит Заканчивался Поэтому Чтобы Был конечный чисел Чисел Меньших данного Поэтому Тут конечно Не очень важно Что это минус Z В смысле Что это кольцо Важно Что у вас Норма уменьшается Да Так Второй пункт Сначала находим С такой Что норма с волной от Б Равна Норме от БЦ Теперь мы Делим А на БЦ С остатком Отличительно Нормой Н Делим А На Б Умножить на С С остатком Относительно Нормы Н Большое Для которой У нас Выполнено Свойство 2 Тогда Будет Выполнено Равенство А равно Б Умножить на С На Ку Плюс Р Где Либо Р равно 0 Либо Норма от Р Меньше Чем Норма от БЦ Ну С первым слоем Если я Равну Нулю То Это хорошо Значит А делится На Б Нацело А второе Смотрите Значит Норма БЦ Это норма Сволной От Б А Норма Сволной От Р Она Меньше Либо Наче Норма От Р По Нашему Определению Ну То есть Вот так Можно Написать То есть Норма Сволной От Р Она Минимальная То есть Она Меньше Норма От Р Это Строго Меньше Норма От БЦ А норма От БЦ Она равна Норме Сволной От Б Поэтому Выполнено И Второе Условие То есть Норма Сволной Тоже Деление С остатком Работает А кроме Того В ней Еще Работает Вот это Первое Свойство Какое Не Не Это С этим Проблем У нас Мы Как-то Слишком Мало Слов Это Как Есть Свойство Нормальности Она Обозначает У нее Есть Там 6 Или 7 Различных Смыслов И Здесь Тоже Как бы Норма Такое Ну Как Что Да Не Монтанская Норма Вот То есть Да Она Вот Тут Просто Вот Такая Вот Нет Я Могу Просто Написать Конечно Это Просто Функция Ну Почему Литературе Пишут Что Это Норма Так Ну Все Доказали Да То есть На самом деле Дерение с остатком Это главное Остальное Все Мелочи Ну Теперь Давайте Доказывать Факториальность Ну Так Понятно Значит Я напомню Что мы В прошлый Раз Уже Что-то Про Факториальность Говорили Давайте Я напишу Теорема Нисклидово Кольцо Факториально Значит Мы уже знаем Что нам Два Свойства Вот Те Два Свойства Запределения Проявить не нужно Нужно Проявить Существование То Что Любой Неразрыв Элемент Прост Значит Мы хотим Начинать Донука Евквидова Нормой Н Хотим Проверить Существование И то Что Любой Неразложимый Прост Это В прошлый раз Мы доказывали Что это Достаточно Для факториальности Значит Для существования Ну Опять же Идей Понятно Да У нас Есть Если Есть Произведение Двух Элементов То Если Мы знаем Как раскладываться Оба элемента Мы знаем Как раскладываться Произведение Ну И из-за того Что норма Все время уменьшается Тогда Мы можем По индукции Доказать Что все Раскладывается Но здесь Потребуется Некоторая Лемма Давайте я ее Напишу Лемма Которая Говорит о том Что У нас Равенство Достигается Только в том Случай Когда Б Обратим Если Но Давайте так В обе стороны Докажем Чтобы Было Красиво Значит Норма АБ Равна Норме А Тогда Только Тогда Когда Б Обратим То есть Назвительно Может быть Что Вы умножаете Число А на что-то И получается Число С тоже Нормой Но это Будет Только В том Случай Когда Б Обратим Опять же Помните Мы в прошлый раз Говорили Что если Вы что-то Говорите Про делимость То У вас Ассоциированные Элементы Всегда Обладают Одинаковыми Свойствами Ну конечно же Ассоциированные Элементы У вас У них Норма Одинаковая Вот Как Слева Тезотель Леммы Так Доказательство Леммы Так Ну в одну сторону Совсем Просто Справа Налево Если Б Обратим Тогда Можно записать Такую цепочку Неравенств Н От А Больше либо равно Чем Н А на Б На Б Минус Первый То есть Это просто Равно Это больше либо Равно Чем Норма А Б Это больше Равно Чем Норма А Это вот По свойству Один Поэтому Норма А равна Норме А Б Тут никаких Вариантов Нет Деваться Некуда То что Здесь Не обязана Ну У нас же Мультипликативность Нет Если бы была Мультипликативность Еще Тогда было бы Равно А если Не Мультипликативность У нас Помните У вас Многочленок Константы Имеют Норму Ноль Но при этом Вполне Спокойно Необратим И Все Работает Так В другую Сторону Ну Тут Опять же Турюк Примерно На уровне Вот этого Трюка Значит Мы знаем Что Норма А Равна Норме А Б Мы Хотим Доказать Чтобы Обратим Чтобы Доказать Чтобы Обратим Мы Разделим А на А Б Мы Хотим Доказать Что А делится На А Б Но Мы Так Разить Не Можем Поэтому Делим С Остатком Разделим А На А Умножить На Б С Остатком То есть А Это А На Б Умножить На Какой То И Плюс Р Если Р Р Ну То Мы Победили Б Обратим Потому Что А Это А На Б На К Опять же Мы Тут Можем Сокращать Нулевые Сомножители То есть Опять же Мне тут Нужен Чтобы А Не равна Нулю То Если Если Я Здесь Про Это Не Писал То Мне Здесь Нужно Писать Что А Не Ром Нулю Ну В общем Я Да Ладно Так Второй Случай Плохой Да Какой Плохой Случай Это когда норма от R Меньше Либо равна Меньше Чем Норма AB Ну Оказывается Что такого быть не может Почему А вот смотри Что такое R R на самом деле Это у меня Он тоже делится на A Смотрите R это A На 1 Минус BQ Так как R не равно Нулю То эта штука Не равна нулю Поэтому Норма R Она Равна Равна Норме А На 1 Минус BQ То есть Больше Либо равна Чем норма А А по условию Норма AB Равна норме А Получили Что Норма числа А Она больше Норма числа А Противоречие Значит Такого случая Быть не может Значит У нас Обязательно А делится То есть Если норма А и B И А Совпадают То Б Обратим Ну вот я Долго Доказывал Лему Отсюда Свойство Один Следует Более Менее Очевидно То есть Свойство Существования Разглавления Следует Очевидно Так Доказательство Свойство Один Факториального Кольца Факториального Кольца Ну то есть Существования Ну Допустим У нас ничего не вышло Есть элементы Для которых Не существует Разложение Возьмем элемент С минимальной нормой Для которого Его нет Пусть Х Элемент С минимальной Нормой Без Разложения То есть Доказательство На самом деле Оно Опять же Повторяет то Что у вас было Для натуральных чисел Ну какие есть Варианты Ну давайте Пусть у меня Х Это Представлено В виде Прорезения А и Б Значит Если у вас Если Из того Что Х Равно А внуш На Б Следует Что А или Б Обратим А Конечно Но если у вас есть элементы без разложения Вы все возьмете Берете Этим Нормы Норма Это Стелло Неотрицательное число Она Неотрицательное Целое число Она Не У нас специально Есть минимум Иначе ничего Работать не будет Значит Если у вас Из любого Разложения Представления В виде Х Равно А на Б А Обратим Или Б Обратим То Х Не Разложим И значит У вас Есть разложение Х Равно Х Иначе Ну Значит А если У вас Есть Х Такой Представили В виде А Множ На Б Где А Не Жетка Со Звездочкой Б Не Жетка Со Звездочкой Из Леммы Следует Тогда Норма Х Больше Чем Норма А И Норма Х Больше Чем Норма Б По Лемме Значит Что А и Б Есть Разложения Перемножаете И получаете Разложение Для Х Значит А И Б Ну То То А У Мня Равно У На П И 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 С Кур Б Равно W На Q1 И Так Далее QL И Тогда Вы Берете Х И И Говорите Что Вы Можете Представить Это Как У W На P1 PS 1 QL Разложили Ну Получили Противоречия Тем Что Мы Взяли Элемент Без Разложения Для Которого Не Существует Разложения Мы Взяли Элемент С Минимальной Нормой У Которого Нет Разложения В частности Мы Здесь Используем Что А и Б Раскладываются Потому Что У них Норма Меньше Чем У X А X Минимальная Норма Элемент Рост Ну Тут Просто Должен Доказатели Как Это Все Связано Как У У У У Все Связано С Эвклидом Эвклидово Кольцо Лема Эвклида Алгоритм Эвклида Но Мы Хотим Здесь Доказать Стандартным Способом А Именно Значит Мы Будем Так Делать Ну Пусть У Меня X Не Разложим X Делит Произведение А На Б Ну И Предположим Что X Не Делит А Если Он Делит А То Все Хорошо Пусть X Не Делит А Если Мы Найдем Такие У И В Что Есть Линная Комбинация X А Дающая Единицу Если Существует У И В Такие Что X На У Плюс А На В Дает Единицу То Мы Работаем Так же Как Для Натуральных Чисел Мы Добнажаем Все На B И Получаем Что У нас Первый Делится На B А Первый Делится На X Второй Делится На X Значит Правая Часть Делится На X И Мы Получили Что Если X Делит А B X Не Делит А То X Делит B Так Я уже Слишком Сильно Скоро Сно Да То есть Единственное По теме В прошлой Лекции Единственное Достаточно Доказать Что Любой Делит Элемент Прост То есть Мы Должны Доказать Что Если X Не Разложим X Делит Произведение Двух Элементов То Он Делит Либо Первый Либо Второй Вот Чтобы Доказать Мы Говорим Что Если Не Делит Первый Тогда По Непонятным Пока Причинам Найдется У Это равенство На Б Получаем Что Левая Часть Делит На Делит Делит Значит Правый Делит На X Значит X Делит В Ну А Чтобы Найти Такие То есть Мы Хотим Доказать То Если У меня X Не Делит Неразложимый Элемент X Не Делит Какой-то А То Можно Лейной Комбинации Получить Единицу Это Называется Логарифм Эвклида Давайте Поймем Что Это Такое Ну Что Мы Делаем Берем Два Числа Ну Можно Вот X А Взять Да Да Мы Делаем Прост В прошлый Раз Мы Доказали Что Если Разрыв Прост То Единственное Ну Помните Скали Что Есть Два Разложения Есть Левая Левая Неразложимая Он Делит Правую Часть Поэтому Делит Один Со Множителей Поэтому Он Соплодает С Ким То Неразложимая И Можешь Сократить Да Классическая Опять же Это Кажется Тоже Такой Стандарт Лима Эвклида Что Если У вас X Неразложимая X Делит Произведение Значит Он Делит Один Со Множителей Ну В смысле Кажется Классическая Использует То Что Линейной Кумбинацией Можно Получить Единицу Значит Как Либо Алгоритм Эвклида Ну Вы Берете Ну Вот У вас AX Например Да Берете A делите На X С Остатком Берете X Делите На R1 С Остатком Берете R1 Делите На R2 С Остатком И Так Далее Пока Алгоритм Закончится Когда у вас частное Будет равно Нулю Да То есть У вас Сейчас Остаток Будет равен Нулю Значит Почему Алгоритм Закончит Свою работу Ну По нашему Определению По нашему Свойству Делите С остатком Норма R1 Она строго Меньше Чем Норма X Строго Больше Чем Норма R2 И так Далее Норма Уменьшается И Не больше Чем За норму От X Шагов Мы Придем К норме Ну Вот Последнему Случа То есть Минимально Возможной Норме Ну то есть У нас Не может Она уменьшаться Если уже Катя норма Будет равно Нулю То дальше Точно Будет делиться Иначе Не получится То есть Остаток Будет равен Нулю Издать То есть Тут будет Только Конечное Число Шагов Конечное И Шагов Ну Какой-то Нет Ну Понятно Что Будет Какая-то Норма Ну Она Может В принципе Будет любой Главное Что Там Потом У нас Как бы Просто В остатке Будет 0 Работаем Пока Остаток Ноль Не получим А так Норма Все время Уменьшается То бесконечно Трогаться Не может Закончить Шагов Мы Закончим Во-первых Отсюда Следует Что РН Это Линейная Комбинация А и Икс Но Это Понятно Наверное Значит Свойства Значит Свойства РН Во-первых РН Это Какая-то Линейная Комбинация А и Икс Это Икс Нау Плюс А на В Доказательство Опять же Такое Какое у вас Было В алгоритме Эвклида Вы можете Р1 Выразить Как линейная Комбинация А и Икс Р2 Ну Значит Если у вас Есть два Числа Линейная Комбинация Р и Икс То есть Линейная Комбинация Тоже Линейная Комбинация А и Поэтому По индукции Вы доказываете Что все Р1 РН Линейной Комбинации А и Икс Но Обратно По индукции Р1 Это Какая-то Линейная Комбинация А на У1 Плюс Х А на В1 Х на У1 Плюс А на В1 Ну и дальше По индукции Доказывается Что если Все предыдущие Линейные Комбинации То есть Следующая Линейная Комбинация Ну и Во-вторых РН Это Такое Число Которое Если у вас Х и А на Что-то делится То РН Тоже На него Делится Ну То есть Да Ну и РН Что называется Наибольший Общий Делитель То есть Ну давайте Я это Напишу Да РН Это Наибольший Общий Делитель То есть Элемент С Наибольшей Нормой Сейчас Да С наибольшей Нормой Наибольшей Нормой Которые Делят А и Х Которые Делят А И Так А это Почему Давайте Я тоже Объясню Ну во-первых У вас РН Делит А Х Ну это Понятно Потому что У нас Значит РН Делит РН Минус Один Значит Он РН Делит РН Минус Два И так Далее По индукции Получаем Что РН Делит И А И РН Делит Х А с Другой Стороны Если 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 У вас А делится На какое-то Не знаю Игрек И Х Делится На какой-то Игрек То Р1 Делится На Игрек Р2 Делится На Игрек И так Далее РН Делится На Игрек Но Раз РН Делится На Игрек Значит Норма У РН Уж Точно Не Меньше Чем Норма Игрек Поэтому Норма РН Она Больше Равна Чем Норма Игрек По свойству 1, опять же, как видового кольца. Поэтому, действительно, это наименется не больше нормы, которые делят а и х. Ну, единственное отличие от целых чисел заключается в том, что нот, он вообще определён, конечно, неоднозначно, да? А нот определён с точки до умножения на ассоциированный элемент. То есть, уже нельзя сказать, что нот это там, вот, ну, условно, опять же, тут некоторое соглашение. Можем сказать, что единица это нот, но на самом деле, как бы, нота привезла с точки до обратимого элемента, поэтому там минус единица тоже нот. Ну, по этому определению, если мы говорим про целые числа, то наибольший общитель определён в точке, что там до знака. Мы что-то не говорим ни о какой положительности, да? Да Потому что Так, хорошо, сейчас подождите Ну Сейчас Значит, про нот понятного замечания, который я сказал Значит, дальше Чтобы перейти от этого к этому, нужно всего лишь сказать, что Так как x не разложим То все его делители Это либо ассоциированы с ним, либо ассоциированы с единичкой Потому что он неразложим А так, а x не делит а То нот может быть только единицей И поэтому Если и на кабинации равна единице Ну, я, опять же, видите Тут все повторяется то, что у вас было Ну, как бы, аналог с натуральными числами Поэтому я так все проглатываю Ну, вроде я все детали рассказал Так, надо что-то еще Про это говорить Значит, вот до этого момента Значит, мы вот это неравенство вводим из логарифма эвклида Дальше мы говорим, что если мы это Намножим на b То мы получаем, что тут написано x на b на u плюс a на b на v равно b Вот это делится на x, потому что тут x есть Это делится на x, потому что тут a на b есть А на b делится на x Значит, и правая часть делится на x Значит, b делится на x Значит, x делит b Значит, чтобы доказать этот элемент прост Нужно вывести, что Если x делит произведение То x делит либо один со множеством, либо другой Мы сказали, что если x делит первый, то делит второй доказали Так, ну все Значит, мы доказали Соответственно, все-таки их виду кольцовка-то реально Да, и что? Так, хорошо, давайте напишем Я утверждаю, что rn равен денице Если x не разложим И x не делит a Почему? Ну или там ассоциирован с единицей, да? Почему он равен денице? Потому что rn делит x rn делит x И rn делит a Если rn делит x То rn либо Ну Да Либо rn с единицей Либо rn ассоциирован с x Но если он ассоциирован с x То тогда получится, что x делит a А такого быть не может Значит, остается только вариант Что rn ассоциирован с единицей Ну, может считать, что он равен денице Ну, или ассоциирован с единицей Там Домножьте и набрать И мы получим единицу Вот в правой части Ну, rn общий делитель Общий делитель Он делит x и a Поэтому действительно он равен денице Ну и здесь можно писать единичку Так, ну теперь можно вернуться И показать, что Например Z-X нефклидова Для того, чтобы это сделать Нужно придумать Какие-нибудь два элемента У которых есть нод Не являющихся их линейной комбинацией Ну Я сейчас напишу пример Но детали, наверное, можно будет обдумать дома Мы там потом докажем, что Z-X нефклидов более простым Ну так Более Как-то простым способом Вы берете 2x Оба числа Оба элемента Нужно, конечно, что они неразложимы Но то, что два неразложимы Это, наверное, понятно Потому что это просто элемент Z Как он еще может раскладываться Но то, что x неразложим Наверное, тоже понятно Потому что если вы его раскладываете У вас Один со множественной степени 0 Другой степени 1 А степени 0 Должен делить коэффициент старше То есть единичку Значит, это 9 единица Ну, в общем, там ничего не получится Они неразложимы Поэтому их нод Он, конечно, равен единице Но они еще не ассоциированы Значит, нод равен единице Ну, а теперь вы берете любую линейную комбинацию Что такое? Это вы выбираете 2 на какой-то многочлен И прибавляете x на какой-то другой многочлен Но у него свободный коэффициент будет четным Как вы не складываете Это не равно единице Не можно только единице Потому что свободный коэффициент Он делится на 2 Как вы не пытаетесь Ничего не получится Поэтому у нас Итак, есть 2 элемента У которых нод не представляет Видели не комбинация То вы никакую норму вести не можете И ничего не получится Да? Понятно? Значит, мощность Ну, вот Ну, мощность нормы На самом деле Позволяет не только Доказать, что эфиры кольцов кокториально Но и в некоторых случаях Сказать, какие у нас элементы Теперь будут неразложимыми Потому что нам же То есть Доказать, что кольцов кокториально Это полдела Еще хочется знать Как там раскладывать элементы Поэтому Следующий То есть Ну, если мы хотим Какую-то извлечь пользу Из того, что мы доказали Что какие-то кольца факториальные Еще нужно извлекать пользу Из разложения Чтобы Знать разложение Нужно понять Какие элементы Неразложимы И как вообще Раскладывать В произведения В этих кольцах Поэтому давайте возьмем Значит Кольцо Ну, вот я буду называть его Кольцо Д Чтобы оно не Путалось с другими кольцами Это у меня за тату Где О, это одно из Целого ряда чисел Там это может быть И Корень из двух И Омега Но можно взять Минус один Плюс корень из семи И напополам Можно взять Минус один Плюс корень из одиннадцати И пополам Можно взять Двойку Тройку Пятерку Там на самом деле Их Довольно много Ну Там В некоторых Будут какие-то хитрости Но в основном Я говорю про Ис-три случая В остальных Там Ну Некоторые Может быть Чуть более тонко Надо работать Значит Я хочу описать Разложимые Как описать Неразложимые элементы Значит Теперь уже Мы будем По полной Использовать Понятие нормы И Тут Нужно Несколько дополнительных Свойств нормы Которые позволят Нам это сделать Давайте Я их выпишу Значит Вот В этих всех кольцах Если ввести норму Как число На сопряженное число Значит У нас всегда норма От А плюс Бу Это А плюс Бу На А плюс Бу Сопряженное Да Я неплохо написал Да Тут надо писать Такие корни Извините Это я уже Замечтался И подумал Что мы уже Корни с Д Говорим Но это я сейчас Попорше скажу Определение Ну На КТЧ было Помните Там мы Брали числа Виды Квартирной рациональности У нас для каждого числа Сопряженный Это Второй корень Того же Самого Многочлена С самыми коэффициентами Что Ну да Да Я говорю Что тут Начинаются Тонкости Вот здесь На первом Нужно рисовать модуль Чтобы положить Да Вы правы Поэтому я и говорю Что Ну я для этих Говорю Ну вот Можно Для того Чтобы Про эти Говорить Нужно Тут Модуль Написать Ну давайте Напишу Ладно Это не важно Так Значит Какие мне Свойства Нужны Во-первых Мультипликативность Значит Норма Ну Некоторые Свойства Следуют Из других Так что Я напишу На самом деле Их С избытком Можете подумать Что Из этого Можно вывести Просто Из других Свойств Значит Мне нужно Чтобы Норма была Мультипликативна Норма 0 0 Хотя В принципе Ну Я наверное Буду использовать Но Это Можно Не считать Потому что У нас норма Вообще В нуле Не определена Значит Норма А равна Единице Тогда Только Когда А Обратим То есть Обратим Это только Те У которых Норма Единица Норма Числа Z Для любого Ну да Любого Z Норма Числа Z Делится На Z И Норма Значит Если у меня K Целая То Норма K Это K В квадрате Ну это Все следует Из вот этого Описания Но вот Мне нужны Вот такие Свойства Чтобы Говорить Про Неразложимые Элементы Ну например Для Z АТ Все это Работает Да У нас Норма Мультипликативна Единица Норма Единицы Только Вовратимых Элементов Любого Числа Z Норма Z Делится На Z Ну и Норма Любого Числа Целого K Равна K В квадрате Ну я Не знаю Успели Открыть Полностью Утверждение Там Мне осталось 4 минуты Или 3 Но Утверждение Такое Оно Стоит Собственно Из Как бы Я уже Просто Раз Его Как-то На пальцах Рассказал Но сейчас Будет Четкое Утверждение Сейчас Почему Норма А Сейчас Что А почему Откуда Вот это Следует Ну как Ну если У вас Ну так Смотрите На пальцах Если Норма Равна Единице То Сейчас Мы хотим Сказать Что Сейчас 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 Ну как Вы делите 1 на А с остатком И У остатка Будет Норма 0 Но Норма 0 Быть Никого Не может Кроме 0 Поэтому Норма Поэтому Остаток 0 И поэтому А Обратим Это Мультипикативная Глупа Кольца То есть Все Обратим Элементы Да Да Так Значит Тверждение Звучит Так Значит Если Если Норма Z Простое Целое Число Простое Целое То Z Не разложим Если Не существует Z У которого Норма Это простое Целое Число Ну Для данного P Да Если Да Да Если Если У Z Норма Простое Число То Z Не разложим Сейчас Что Что вы доказывали Что кто Разложим Нет Вы не могли Вы доказывали 4 капула 1 разложим А не то Что Z Разложим Значит Если P Простое И Не существует Простое Целое И не существует Z Такое Что Z Норма Z Равно P То P У вас Не разложим Ну В D Смысле Ну И Третье То Что Это Все Это Все Описывают Если Z Не разложим То Либо Значит Либо Норма Z Равна P Либо Z Ассоциирован С кем-то P Ну Который Не разложим Фу Ну Хоть Ну Да Ну Я Конечно Зря Зря Это Начал Но По крайней Хочешь Что Сказать Короче Порель Такая Что Если У вас Про Норму Выполн Некоторые Свойства То Вы Сразу Получаете Описание Разжимых Элементов Ну Сразу Помогу Для того Что Вам Начну Разобраться Какие Простые У вас Теперь Остались Неразложимыми А какие Теперь Стали Разложимыми Ну Вот Это Мы Задим В следующий Раз Так Все Спасибо Вопросы Если Есть Можно Задать